Всем привет снова, кто прожаловал на мой стрим. Сейчас я стримлю в зоне Dota Masters, играет команда 4FC против команды Fnatic. Поставила длай на стрим 2 минуты, как и должно быть, как и положено. У нас уже прошли первые баны, а от 4FC в бане сейчас весь ПП Трайдера, в бане от команды Fnatic в котелы Nyx. И пошли первые пики, 4FC забирает лонброиды и на икса, Fnatic сразу Магнусом. Возможно, даже заберут Дарксира, потому что Дарксир тоже не в бане. Бэйна, в качестве саппортов Fnatic берут в трепло себе. Так, я просто пока что приписываю себе на листочек всех игроков, чтобы не перепутать. Ждем, задумывались в Fnatic на своим третьем пиком. Есть какой-то план, какой-то коварный план, и не думает против команды Fnatic сейчас. Фантом лансера в качестве кэри берут в Fnatic на фантоме явно будет Эра. Прошлую игру, кстати, смотрела ребят. На этом же турнире ребята выиграли очень быстро, там, за 28-го, по-моему, игра закончилась. Эра обожил на фантом лансере. Сможет ли он сейчас повторить это или нет? Посмотрим мы. Так, и Fnatic берут в качестве саппорта в трепло под Найкса Рубика. Ну что, получается, что ребятам осталось взять Мидлера и второго саппорта в трепло. Командив Fnatic нужно взять Мидлера и тоже саппорта дополнительного. Я думаю, что, скорее всего, сейчас в банах мы будем видеть именно Мидлера. Посмотрите, сразу Пака банят, какой-нибудь, может быть, даже Фура будет в бане. Тинкер тоже в бане. То есть все Мидеры, которые могут... Квапа в бане. На Квапе очень хорошо Нойс играет. Команды Fnatic вообще прям люблю я, когда он за этого героя, когда они этого героя берут. Не только пики, но и баны у фнатиков очень долго происходят сейчас. Форси сразу в бане Дараксира. Но я не удивлюсь, если, конечно, Квапа будет. Хотя нет, посмотрите. Улетает в бан Лешрак. Вот такой, не то чтобы странный выбор. Понятно, что Лешрак под Рубик, под Найкс, пойдет очень хорошо. Но, тем не менее, как я говорила, Фура будет в бане. И остались последние. Но относительно быстро вообще ребята все это прокручивают. Не люблю я стадию пиков, стадию банов. Сидеть там, выдумывать что-то. А все равно никогда, никогда ты не прочитаешь то, что хочет пикнуть команда. Никогда. Жалко, что Пака забанил. Я Пака вообще очень люблю. Это из моих любимых героев. Один из моих любимых героев. Если бы отдали Пака, Форси, Пак бы, конечно, унижал на Митю Магнусу, по идее. При хороших обстоятельствах. Доллар, тинь, 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 тинь. Шторм Спирит вообще забыла про этого героя. Очень часто его берут в Мит. Очень часто его банят. Популярный стал. За последние буквально, наверное, месяца полтора. Тинь, 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 тинь. Вот, я прям провидится. Почти угадала все баны от команды Форси. Последним баном улетает Тинкер. И в качестве саппорта в трепло Фнатики сейчас берут Лину к Бэйну и к Фантом Лансер. Не знаю, как я по РФС здесь буду, конечно, вытаскивать. Фантом Лансер жестокий. Да и... Пик намечается Фнатиков довольно агрессивный. Бэйн, Лина, Магнус. Сейчас возьмут еще кого-нибудь на Мит. И, в принципе, вчетвером Кнатики могут бегать, разрывать их, убивать, пока Фантом Лансер фармится. Варлока. Вот так вот. Варлок, я так понимаю, на Мите будет в команде Форси. Хотя, может быть, и в трепле вместе с Тайксом и с Рубиком. Ну, вообще-то, вообще-то Варлока посылают именно в Мит для того, чтобы он быстрее получил левел, быстрее. А появился у него голем, он мог приходить там ультовать в четверых, в пятерых. Тинни. Вот это поворот. Тинни. Куда пойдет Тинни от Фнатиков? У кого-нибудь есть предположение? Понятно. Предположение я все равно не слышу, потому что Дэлайна стрим стоит 2 минуты. Двина Мансера последним веком забирает Фу Форси и Шрили. Ну что, если так подумать, в Форси такой, можно сказать, даже пикпушащий. Веник есть, есть Варлок с Големом, плюс Ландроид с Медведем. Ребята, судя по всему, не хотят затягивать эту игру. От Форси и Стрэнджбай играет на Найксе. Шрили, естественно, играет на Ландроиде, на Рыбике Бумске. Но есть на Варлоке, да, значит, Варлок попадет в Мит, и Конокласс на Венике. От команды Фназик Нателла на Тине. Флай на линии Эрд на Фотом в Лансере. А Нателла пойдет на Мит играть за Тине. Вот такой вот интересный Мит от команды Фназиков. Трикси, скорее всего, будет на Магнусе. И последний Бейн на Бейне будет Ханни. Ханни. Ханни где-то потерялся, я так понимаю. Ну что ж. Осталось подождать Ханни. Игра начнется. Я думаю, что игра будет быстрая, потому что, ну, как-то затягивать. Фор и ФС точно эту игру не надо. Играя против Тине и против Лансера, они вместе с Ландроидом и Снайксом 100% проиграют. Так, флай на линии. Ателл на Тине. Эра на Фантоме. Когда я говорю Эра на Фантоме, мне кажется, что Эра это не парень, а, в общем, девушка. Да простит он меня. И Ханни на Бейне. Вот, возвращается, наконец-то, Ханни. Ура! Сейчас я по-быстрому, ребята, отвлекусь. Мне нужно, чтобы разместили. Ну что, пожелаем командам удачи. Надеюсь, что будет... Покажете вы нам про доту, интересно. Это касается... А, я забыла, я поняла, я забыла ход переключить. Не переживайте, сейчас переключу. В общем, мои заботливые друзья, тогда, когда я начну... Я... я слышал. Тогда, когда я начинаю косячить, начинают звонить мне в стим, потому что звонить... Посмотрите, что здесь происходит. Лоя, Лоя, Флай на миде. На боди, точнее. Это фестблат от команды 4FC. Вот так вот. На любой, блин, эти игры забирает ФБ 4FC. Кстати, с таким пиком, мне кажется, ребята вообще могут пойти сейчас забирать Рошана. Нет, будет еще какая-нибудь Фура. Тогда да, тогда можно было забрать вместе с Медведем. С Лонд Рейдом и с Фурой. С Лонд Рейдом и с Фурой. Ну что, на миде у нас на Тейл и на Синий против Нойзи на Варлоке. На топе Трикси на Магнусе против Чрилли на Лондроиде. Я думаю, что здесь Чрилли проблем с фармом точно не будет. Все будет в порядке. Впрочем, как и у Трикси. Трикси вообще мне очень нравится как игрок, как команда Фнатиков. Он очень агрессивный такой, прям... Ну, высокий скилл у него. Классно за ним наблюдать. Очень часто он даже игру у Фнатиков вытаскивает. На миде у Нойзи тоже не будет проблем против Тинни. На Тейла... Ну, Натейл фармится себе и фармится потихоньку. Первая минута игры, конечно, пока говорит что-то рано. И на боте у нас Трикбат против Триплы. Эра на Фантоме. Флай на Лине и Ханни на Бейне. Против Триплы. Стрэнджбай на Найксе. Бумски на Рубике. И Конокласт на Венике. Фазбат уже был. В прорезу команды 4FC. С чем я их, в принципе, поздравляю. Агрессивная дота. Люблю я команду 4FC. Взяли Веника. Когда вы в последний раз видели Веника на каком-нибудь из турнира? Да никогда, вот честное слово. Не помню. Только если в женской доте, когда-то я, по-моему, месяц назад, в марте, стримила, да, точно, девушек, женский турнир. Там был, там был Веник. Я, правда, не помню, чем закончилась игра, в которой был Веник. Тем не менее. Но Веник это такое. С одной стороны классный, конечно, герой. С другой стороны он очень тоненький. Его зафокусить просто как ничего делать. Разваливается после двух ударов от любого героя. Даже от саппорта. Хотя, с другой стороны, Веник очень полезный против того же Умника. Потому что пробивает его яд. Замечательно просто. Замедление еще. Я думаю, что форофси именно больше на пуш сейчас направлены. Эх, пик. Вот они что-то с этим делать. Если посмотреть, в целом, по командам, допустим, по дизейблам, у фнатиков вообще все прекрасно в этом плане. У Линия ста, но у Нотейла есть прокаст, у Магнуса ульта. И у Бэйны еще сон и ульта. Ну вообще просто шикарно. Опять дизейблов в игре у фнатиков сейчас. У форофси все намного скромнее. Но я не буду считать, я не буду считать ульту Варлока, когда вылезают големы, там по всем встанет. Ой, нападают, как же хорошо, ты нажимай на ЭРО. Если, да, Вард стоит. ЭРО прям под Вардом здесь, под Вардом, точнее, фармится. Ну вот, и продолжу я. У форофси есть телекинез у Рубика. Корни у друида. И то, если повезет. И то, если повезет. Я прям представляю, как за Мессика на класс ставит, короче говоря, кучу Вардов. Туда ультует Нойс на Вардлоке. И там все просто отваливаются от них. Но это так, это мечты на уровне фантастики. Потому что под Варты веника никто не пойдет. И веник вообще нужно сейчас левел хотя бы для этого получить. А, я так понимаю, в Бумске просто проверял руны на боте. Нет, нету команд. Нет, подождите, Вард стоит. Все прекрасно есть. Все они видят. Зачем он туда ходил, так обходил. Какие-то непонятные шаманищие действия Бумске совершает на Рубике. Хотела сказать, где будет Физбат. Физбат уже был, совершенно забыла. Где будет следующий килл, очень интересно. Я думаю, что на каком-нибудь боте, скорее всего. Потому что, ну, на миде от Варлока на Тейл будет довольно сложно сейчас забрать. А вот на боте Бейнау, линии Фотон Лайсер, кого-нибудь зафокусить вполне какого-нибудь веника тоненького, беспомощного. По фарму. По фарму у Чрили все совершенно прекрасно на топе. 32 крипа, ищут иная, 13. Вообще, Чрили такой интересный игрок. Если он начать ганкать, то он очень сильно расстраивается. В итоге отдается постоянно. А об этом Фнастике, видимо, не знают. Зато знаю об этом я. И дают его Форрес сейчас. Пропустила Акила. Все-таки забрали Нойзы на миде. Посмотрите, пришли саппорты от команды Фнатиков. Засмотрелась я на Друида. Сори, ребята. Пропустила килл. Я не думаю, что он был какой-то там очень интересный. Пришел Бейн, поставил сон. Варлока от Дадала. Стан Лина. Прокаст от Натейла. И все. До свидания, Варлок. Все очень просто. Все очень легко. Не успела, судя по всему, даже к остановить ульту. Но если бы он успел, то тут еще вопрос. Кто кого бы убил, потому что саппорты Алина 100% уходила на лоу-хупе. Вот она. Вот она, сила дизейблов. На бот. Посмотрите. Приходят Бейн. Приходит Лина. Все. До свидания. До свидания, Чирили. Сейчас будет. Он еще так близко, как Медведь, уходит. Добивает крипов удобнее. Есть смок. Да, под смоком заходит Лайны Хани. Трикси сейчас просто отвезет его. Хотя нет. Хотя вроде бы так мансует. Но должны же говорить о том, что саппортов нет. Ну как так? Чирили, уходи. Уходи отсюда. Тебя же найдут. Видит он пандой. Скорее всего. Или неужели не видит? Нет, не видит. А Фнатики отходят. Мне прям от сердца отлегло. Не заганкали они, Чирили. Все нормально. У него остался жив. Хотя, вы посмотрите. С другой стороны, сзади. То слева подойдут, то справа подойдут. Вообще, мне кажется, если бы Фнатики зашли под башню, то даже, возможно, под башню удалось бы забрать Чирили. Ну, с условием того, что помог бы Трикси им на Магнусе. Безусловно. Потому что Чирили очень толстый. 1000 хп у него. Есть уже Транквилы 2300 у панды. Так, на Биде дезамес. Отлично. Фокусит Варлок и опять отбежает Нойс. Ну, вот как так? Ну, что происходит? Почему? Почему отваливается Нойс? Зачем вы его ганкаете? Не трогайте. Он 7-й левел уже. Есть ульта. Фармится себе потихоньку. Тем временем на Эррр нападает. Стричбай старается Синтришник. Рубик бежит. Нужен Телекинез. Успеет ли? Ушел в Инвизи. Посмотрите. Мансует Эрр. Причем хорошо замансовал. Прям в руки к Венику. Нужно вард поставить. Поставь вард. Поставь вард. Вард поставь. Ладно, не так. Его убивают. И это второй килл. В пользу команды Эррси. Нет, не второй килл. Посмотрите. Уходит на лоху Пэра. Еще приходит Смита. Хорошо добивает Веника. Ультует. Отлично. В двоих. Нойз. И Ханни проблемах. Ханни отвалится. Однозначно. Там в сон себя кинул. Но. Особо так не помогло. Но. Натейл тем не менее. Ушел. 400 хп. Еще зерегинился. За счет баночки. Посмотрим. Кто у нас забрал киллы. Вообще в целом по статистике. 2-0 на Натейл и на Тинни. 1-1 у Флая. 2-0-1 у Ханни на Бэйне. У команды Форси. 0-1 у Веника. 1-0 у Некси. 2-2 у Варлока. Ну вот нападает пожалуйста. Заходит на башню. Скорее всего боссы сейчас конечно заберут. Уже использовали глиф команды Фнатиков. Вардыка на классно. Сколько? На 2 прокачал. Правильно сейчас апает. Как раз собачка заканчивается. Как раз варды падают. Все в порядке у команды Форси. Думаю что сейчас ребята просто будут переходить скорее всего на следующий тавер. Покупает все себя ПТшки. Посмотрите. И будет куда-то ТПшить. Ну что вернемся к нашему топу. На топе 46 крипов. Как же хорошо прокают корни. Посмотрите с первого раза. И он не успевает добить Шриле. Не хватает чуть-чуть урона. Совсем какую-то капелюсечку не хватило. А как же хорошо под руками корни. Но ничего страшного. Еще будет возможно забрать. Ловит хорошо на Ботилину. Убивает Флай. Загулял он здесь в лесу. Я бы даже сказала что Форси загуляю в лесу. В чужом лесу. Стрэндж Пай просто уходит Кентавру. Пармить понятно что Лайн очень сильно про Поршен. Нужно что-то делать здесь пытается словить Шриле. Посмотрите рутуют Трикси. Хорошо сритовала. Хотя автобусом плохо заехал. То даже Станат Флай пытается замансовать. Понятно что. Его ничто не спасет. Только накласс сзади заходит. Зачем он сюда пришел? Я бы на месте не вылазила. Такому худенькому венику. Тут можно еще по щам получить даже от самого Трикси. Он шоквейвом. Минус 300 просто шоквейвом. Сразу полнохп веника отвалится. В четвером собираются Фнастики на топе. Проблемы здесь у Конокласса. Яна спасут. В сон кидает Ханни его. И это до свидания. Станатли на прокаст. И забирает Ханни килл. Не чтобы отдать Трикси. Нет. Решил соселить. Вот такой вот он. Вот такой вот он. Ханни негодяй. Ну что Фнастики сейчас лидирует. 5-4 счет. 11 минуты игры. Посмотрим что у нас по золоту. По золоту пока что все в порядке у команды. 4FC. Ну как все в порядке. Плюс 600 по золоту. По опыту Фнастики лидирует на 3000. Но если подумать. Сейчас 4FC проигрывает на 11 минуте. По киллам. Примерно одинаковая ситуация по золоту. Это вообще абсолютно не в их пользу. Потому что они играют против Хантом Лансера. Против Тинни. Который забрал еще 2 килла к тому же. Что это ульта? Отлично ульта от Нойзи на миде. В Тинни пытается уйти. Хорошо. Рубик контролит. Его заходит и добивает. Вот так вот. Просто не пожалел ульту даже Нойзи. И с этим садским псом они просто заходят на Тавр. Дальше забирает Тавр на миде. Тем временем на боте, кстати, потихоньку пушит Лайнера. Фармится. Не совсем правильно выразилось здесь. Фармится просто Терра на боте. У Эру по Крепавой 41-18. Это даже хуже, чем у Чирилли на Лундриде. Но у Эра-то не умирала еще ни разу. Хотя, подождите. Или умирал. Нет, один раз умирал. У Эру. Ханни вовремя отходит. Далековато здесь. Буски. Да и в принципе ман у него даже на Деликенес нет. И на Фейдболт нет. Поэтому как они пытались, хотели поймать его, не очень понятно мне. Чекнем, что у нас по этому. У Трикси на Магнуса есть Аркане. Бутылочка 1400 в кармане. Через 600 буквально будет Блинг Дайгер. Так, саппортов даже смотреть не буду. На Тейле 1100 в кармане. ПТшки и тоже бутылка. У Трикси. У Чрили. У Чрили на Друиде. Армлет будет совсем скоро. Есть уже Вузы на Медведе. Вернее на Мишке. Да, и на самом Друиде. Арканы. Ой, Транквила. Сорри, Транквила есть уже давно. Мне кажется, что я в этой игре Транквила Арканами называл. Может быть. Поэтому прошу прощения сразу. Уканокласт. Стренчбай, точнее на Найксе. Тоже скоро будет Армлет. Ищи в кармане. И заходит, посмотрите, 4FC на топ. Ну, не понимаю, что в минуте на 30-е эта игра должна закончить. Если они на 30-е минуте игру не закончат. Причем они должны вести в течение 30-ти минут. Если игру они не закончат, то они ее проиграют просто. Вот и все. На тыл соберет себе на синий какой-нибудь БКБ. И все. Замедление отлично. Отфлай. Туда же летит еще и гель. И флай добивает очень быстро. Я вообще на месте 4FC пошла дальше кушать. Тут главное не попасться под 3Х, под ульту 3Х, который здесь в лесу ходит. Нет, решает отходить. Решает отходить на мид. Зачем вообще, не очень понятно. Стренчбай ходит на бот. Очень хорошо прокушил лайн эра. По общей ценности пока что... Хорошо, хорошо. Нойс не отдал башни врагу. На миде заденали, ребята. Утагов получается, что на 14-е минуте игры 4FC забрали 3 башни у команды фнатиков. В то время как потеряли только одно. Успеет ли забрать, успеет ли догнать 3Х? Нет, корни не пробуют. Ай-яй-яй, вот это не везет. Да. По общей ценности 15-е минуты игры. Все хорошо команды фнатиков. Чирили и... Стренчбай сейчас ведут на первом месте. 6400-5000 у Конокласта на... Стренчбай, точнее, на Найксе. Закрою этот график и... 4FC заходит на Рошана на 15-е минуты игры. 15-е минуты игры. сейчас армлет на восемьдесят семь крипов на 16 но тигры но вообще-то это маловато на друизе я знаю что он может фармить немного лучше армлет к старинчбай так понимаю летит до рецепты перчатки видит они эру а если просветка просветка есть но как сентрис зря вообще зачем зачем покупать сентрис против фотом лансер если фотом лансер очень может легко уйти из зоны этой сентрис мне кажется все таки даст как-то в этом плане будет покомфортнее на боте еще ханни спрятался есть у него птшка если что может куда-то прийти да приходит на миг просто и фармси собирается на боте уноси на варлоке 10 левел только что трикси на магнуса купил себе блинк даггер 17 минут но неплохо есть арканы есть блинк даггер и только что кстати возвратился курьер света команда фнатиков три минуты они были без куры автатики тоже смотрите нету 5 они дальше пушит тар пушит мид причем прыщит топ причем пушит довольно неплохо на топе сейчас башни просто отвалится будет лизить глиф или нет я думаю что да собирается на топе хорошо собирается форфси сразу дпшка огромная куть ульта в магнуса блин от флэш отлетит конечно же за ним допадает на дотейла прокают корни замечательными результат команды форфси блин было бы блинку кого-нибудь можно было зацепить магнуса ну зацепить кто может зацепить может только рубик своим телекинезом только так 8 5 счет на 18 минуты игры в пользу команды форфси ну прямо что по золоту в 1700 это на копейки на этой минуте игры не так много то время как фнатики немножко лидирует по опыту хотя опыту тоже 1000 это ни о чем вот пожалуйста эра фармит вообще бесконечно даже не выходит фнатика не уходит помогать отлично воски что делает воски контролит телекинезом магнуса кидают этот болт и еще помогает голем варлаковский вот это же есть форфси заходит на мид забирает четвертую башню в этой игре нет грифа команды фнатиков неприятно неприятно конечно с фнатиком цветы терпеть чек не может что-то появилась на икс аром лет и хаммер и того что это будет дизоль на против тени против магнуса того же из он хорошо пойдет все маны всем аркан боты прекрасно кроме варлака варлак собрал мегу но вот нет по идее конечно вместе с поин бустер хватает маны если бы не было поин бустер то если завязать все спела все там три спела которые есть основные вот то связку и хилку еще шедов ворд то намеку там вообще мне кажется не остается мама сейчас поин бустером все в порядке не будет гем покупает команда форфси против лансер давно пора купить на естественно что тратить деньги на центре и на досты если можно через кем все убивать и думаю что сейчас смотрите вылезли идут фнатики на чирилле чирилле что-то чувствует что-то знает ребят нет вообще во рту в своем лесу и зря зря же фнатики не идут очень зря хотя посмотрите прячется же здесь лесу 3x даже не то что прячется он еще фармит имеет наглость в четвером фарфси заходит на бот на боте остается 3 хп зачем-то юзают руну иллюзию варлак вообще не понимаю зачем если рядом нет никого с команды фнатиков смысл было если можно было проще можно было подойти просто под башню и пустить туда ульту вообще тогда все бы развалились что на топе так понимаю фнатики тоже дано то добивает башню меняется башнями сейчас команды но тем временем у фнатиков осталась только последняя башня т2 на топе все остальные башни снесены есть ульта варлака посмотрите просто фора в себе наглость сейчас заходить дальше на 21 минуте игры пушат есть аегис да аегис еще есть а сколько аегис аегис еще будет а минуту максимум нужно как-то терроризовать станок лины в чириле вот будет прикол сейчас чириле убьют и в это время в этот же самый момент он потеряет еще и егис вообще не знаю мне кажется он как-то опасно конечно так под башню заходит как завардил как хорошо завардил оконокласс отъезжает не того ловит трикси фэлла трикси отличный ультат нойза на вид правда она мало в кого попадает умирает только трикси здесь контроль хорошо на тело прокаст от лины на тело всех поднимает мека корни прокрут на тело на ты сейчас отъедет скорее всего только на глазах еще дамажит на тело сразу окупается судя по всему трикси нет просто сейчас выкупали на в кого-то ультует ульта особо так не спасает сонную стрэндж бая и полностью мид сейчас проигрывает команда фнатиков неужели сейчас форси пойдут дальше да дальше перещается на мид вот сори бот полностью потеряли фнатик перемещается на мид на мид башня однозначно отъедет 7 секунд до реза магнуса но либо форси сейчас отойдут либо они будут дальше идти но это опасно опасно сейчас может хорошо трикси влететь если они будут рядом стоять хотя вроде бы так отходит какой же голем здесь жирный посмотрите успели успели добить еще бараки отлично отвозит трикси не сурдует двоих отъезжает веник отлежает варлок томек по второй раз юзается трикси отъезжает на тыл это два на два меняется команды теряет мид форси команда сразу выкупается флай выкупается магнус тп что к баракам не хотят отдавать поэри проходит корни как же хорошо проходит корни сон кидает хани пытается его как-то спасти спасет же все-таки спас все-таки спас остались живых только чирилия и только стрэндж бай но вот это замес был отличным фнатики я даже не знаю сколько сделали сколько килов форси в этом замесе но они мало того что сделали килл и фнатики еще вынуждены были выкупаться это же вообще жесть не двух лайнов на меди осталось только барак оранжевый на боте вообще просто просто голая голая земля и теперь нужно будет на базе всегда кому-то находиться потому что крипу будет очень хорошо пушить тем временем форси смотрите собирается на топе я думаю что даже возможно ребята будут забирать рошана по крайней мере попробовать это сделать четверо штопа это много появилась у трикси на магнусе блингдаггер как было так и есть у эрена фантом лансер нет ничего ну как ничего есть яша есть аквила птшки собирает он диффузы но пока еще не очень удачно так у флайна саппорте нету на тейла пока только огур club и блингдаггер и в бутылке руна инвиза будут заходить будут заходить форси на рошана я в этом более чем уверена и после того как они бьют рошана они пойдут дальше пушить скорее всего топ и о не хочу загадывать всегда если загадываю то потом все плохо кончается так как я в этой игре пореза команды форси за них очень сильно переживаю техник команды форси есть армлет есть золи на икса виталити бустер для же для жирности 1500 сейчас тысячи но можно сказать 1600 хп на икса для спят минут игры мне кажется вообще очень неплохо учредили на друиде есть кираса армлет себе он понятно ничего не купил себе он купил только гем не он точнее даже не на саппорт и веник у веника совсем скоро будет агоним буквально сколько там 1700 осталось 1800 примерно на хоть чуть-чуть побольше потолще стал веник вместе с бустером и с угар клапом 1200 хп какой же все-таки бэйн тоже жирный посмотрите купил себе только агус кепидр а хп у него почти столько же сколько у веника затаренного веника на хп вообще-то несправедливость такая огромная заходит в россии на рошана на 2 рошана в этой игре понимает фнатики что естественно что будут они атаковать его буду забирать а егис ура рошан забирает стрэнджбады на аксе прошлый раз забрал чирили на ландриде в этом немножко так поменялись ролями ребята думаю что чирили просто постарается не умирать в замесе за будут через топать и тут как бы не встрял еще трикси кстати бегает он тп у него есть однозначно он уйдет бежит медведь на ханю успеет ли ханя вдруг прокнут корни и наук прокнут корни чего все равно не сделает да ушел на тп и форси перемещается на топ 26 минуты игры 8 14 счет в пользу команды форси ребят перемещено по золоту в 9000 по опыту в 2000 чуть-чуть поменьше ну что будет что будет есть уже у найза на варлоке аганим это будет 2 голема 12 левела жара будет просто жара мне кажется там эти голема если упустить они сами развивают эти бараки сами развалят эту башню если глиф до глиф есть у фнатиков тут даже не так грамотно все это утонуть что-то рубик привод что рубик привод отлично в нынче привод нормально почему ребята отходите не очень понимаю на топе фармится 3 все можно заходить можно заходить на то башню нужно заходить более чем тем более когда есть аегис или они решили просто заходить через мид ну через мид тоже как вариант убить в бараке оранжевого и дальше идти на башню ой это чирили еще идет фармиться в лес все бросайте идите пушьте быстрее заканчивайте пока нет ничего команды фнатиков только-только купил себе эрона фантом лансера диффузы бэйн хани тыкси пытался там прыгнуть достать чирили не достал так вот обманул его не кончились через здесь вообще не страшно ходит рядом не боится что его заберут то неужели панда жалко панда жалко но панда грызет очень хорошо под аром летом ой кидают на ты ультуют хорошая ульта от нойза атакует трикси трикси может вернуться между прочим ульту уже юзла то ульта так она классно от веник они все лина отмерла хорошо атакует башню на ты отваливается но это гг будет фнатики проиграет выкупается на тело вот такой бараки ближайший гг выпишет флайт да ладно 8 и 16 счет на 30 минуте игры 4fc шведы выигрывают у фнатиков а ребята я вас поздравляю вот так это легко и просто вот так это легко и просто рассчитывали фнатики на такую долгую игру на литовую не дали им расфармиться 4fc вообще даже шансы не дали в этой игре очень быстро все инцентрировали и отлично ребята сыграли это то что не хватало ребятам раньше когда они играли не хватало агрессивности и фаст геймов и 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 21-4. 2-6 у Тинни на Нотейле. У Нотейла на Тинни. Точнее 2-2 у Эра на Фантоме. Трикси 2-3. Хани на Бэйни 3. Даже у Хани 3-1. Посмотрите, Хани вообще единственный в плюсе в команде. Снатиков остался по Кио.